Здравствуйте, это программа Азотек Лайф, меня зовут Вячеслав Половинко. Сегодня мы выходим во внеурочное время, но что называется дата располагает. Ровно 30 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла самая страшная катастрофа в истории человечества, катастрофа связанная с атомной энергии. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС и по официальной статистике от Казахстана на ликвидацию последствий аварии было отправлено 31 тысяча человек, даже чуть побольше. Многие из них в течение первых 10 лет после аварии скончались от последствий радиационного излучения и соответственно болезней, которые были этим вызваны. Сегодня мы будем говорить о том, какой увидели Чернобыльскую АЭС, ликвидаторы в конце 80-х, почему не всегда соблюдалась техника безопасности, в чем заключалась их работа и работа ли для них это была или долг, и как они живут сейчас. Обсудим все это сегодня с моим гостем, это подполковник в отставке и один из ликвидаторов последствий взрыва на Чернобыльской АЭС Павел Костогрызович, Павел Павлович, здравствуйте, спасибо, что пришли. Давайте, наверное, с самого начала, как лично вы попали в зону ликвидации аварии, в каком году это было, как это происходило? Я попал в Чернобыль в апреле 87-го года по приказу командующего, я офицер служил в Тимпалатинске и был туда на ликвидацию последствий аварии. Пробовал там в течение трех месяцев, был начальником лаборатории радиологической во втором секторе Белорусского округа военного. Там были развернуты подразделения как обеспечения, так и во втором секторе было дислоцировано где-то пять полков, химической защиты был Алматинский виноват, Карагандинский. И несколько полков, ну в то время Советского Союза, российских там и других, значит, химической защиты, строительные полки, Стребаты, как назывались, вот которые принимали участие в работах по ликвидации аварий, последствия аварий. Скажите, а поездка в Чернобыль, это можно было от нее отказаться? Ну, я все время этот вопрос задают и можно ответить, как? В принципе, конечно, можно, но с одной стороны можно отказаться было и от Афганистана и войну, многие отказываются, правильно, самострелы и так далее. Ну, дезертирство, как оно было, так и остается во всем мире, как и презираемо, так и недопустимо. Так и мы, что, выполняли, кто приказ выполнял, кто ехал по зову сердца, так сказать. Поэтому это был долг. То есть это первоначально воспринималось как военная операция, да? Ну, я же говорю, были в первую очередь туда привлечены воинские части, потом вот эти полки химической, гражданской обороны, то есть воинские подразделения. Потом уже стали большинство привлекательств, партизан так называемых, то есть призванных из запаса личный состав. Ну, там очень много людей, прошло там порядка 600 тысяч, как говорят. А работа там была, объем, конечно, огромный. А вы, когда ехали, когда вот вам пришел приказ, и вы ехали, уже с тех пор прошел, в общем-то, год с аварией, и какая-никакая информация уже была доступна? Ну, конечно, тем более я же специалист, радиолог, токсиколог и военно-учетный специалист. Конечно, я понимал все опасность радиации. Но вы понимали, что все очень плохо там? Ну, в том-то и дело, что никто или мало кто понимал весь этот степень этой опасности. Почему? Потому что никакой информации не было. Ну, взорвал лоз, ну, там какая-то радиация, а какая, как она действует, мало кто знает. Никакой информации не было ни в печати, ни в телевидении, тем более. Поэтому мало, мало кто что знал. Ну, когда вы... Вот именно об опасности. А когда вы вот первый раз приехали на территорию заражения, на зараженную территорию, а какой она вам показалась? Вот остались какие-то впечатления первые от нее? Впечатления, впечатления, знаете, вот, богатая природа. На Украине вообще богатая природа. Тем более летом, цветущие сады, леса там, вообще поля. И мертвые поселки, мертвый город Припять. Вот это до того угнетающе, что... Ну, ничего нету, как будто, я не знаю, фильмов ужасов. Вот это здорово угнетало морально. И знаешь, что нельзя туда пойти, там, ни грибов собрать, ни искупаться там, потому что потом ты же понимаешь, что действительно нельзя. Хоть она радиации не слышно, ее не видно, запаха нет, а она-то действует и губительно. Мы давайте взглянем на то, как советское телевидение говорило об этом в 86-м году, и потом сравним ощущениями. А это само здание станции. Как видите, огромных разрушений, о которых не умолкая твердят средства массовой информации Запада, нет. Поврежден только блок. Все производственные постройки, соседние здания, опоры электропередач целы. Обязательным элементом при проведении работ на Чернобыльской АЭС является безусловная гарантия здоровья всех, кто здесь трудится. Для этого ведется постоянный дозиметрийский контроль. На всех этапах работ первый шаг навстречу опасности делали политработники и коммунисты, личным примером увлекая за собой других. Врали? Врали. Это ложь была самая натуральная. До чего доходило, до какого, я считаю, безобразия. Возружали флаги туда. Да, вот мы все обработали, все чисто, флаг возружали. Люди падали, когда эти флаги туда возружали, на эту трубу. Зачем это надо было? В смысле, они падали случайно или от радиации? Нет, от радиации. Ничего, случайно падали. Нет, это не случайность. Вот в чем дело, беда была. Вот это вот, ну как, пропаганда тогда была, конечно. Вскрывалось это все. И потом, в ближайшие годы, вот эти первые годы, да и, может быть, не знаю, сейчас-то уж, наверное, нет. А даже медики, во-первых, занижали все вот эти показатели уровней получаемой радиации человека, каждый. То есть, вот ты там чисто так, теоретически высчитывал, что ты там получил, там 0,5, ну, грубо говоря, рентген. Все, тебе на сегодня хватит. Сколько ты его получил, где ты там был, где работал, это практически не учитывалось. Потом тебя посчитали, только столько, все, уходи, свободи. Вот в чем дело. Вот эта история про дозиметры, которая вот прозвучала в одном из отрывков. Правда, что дозиметры в какой-то момент у некоторых даже отбирали, просто потому, что они были бесполезны? Ну, они практически, да. Они давали такие, типа, карандаши, все индивидуальные дозиметры. Ну, они, во-первых, были допотопные, скажем так. Ну, для того времени, потому что этой проблемой в Советском Союзе в то время практически не занимались. Только специалисты, и то на атомных станциях, и все, а гражданские никогда. А вот это, что давали, конечно, эти все дозиметры, они и не работали, и, в общем, так, для проформы давались. А в чем заключалась конкретно ваша функция в эти три месяца? Ну, вот, ну, если так можно, расскажите, как проходил ваш день там? Я же говорю, у меня была лаборатория, 25 человек, специалистов. Все призваны с запаса были, там и преподаватели были, кандидаты наук, химики. Мы проводили, во-первых, вот эти все пять полков, которые были на территории нашего сектора. Дозиметрический контроль территории расположения полков, дозиметрический контроль, во-первых, поступающего продовольствия, дозиметрический контроль всего, то, что находилось на этой территории. Ну, и, кроме того, это у нас были выезды постоянные, а территория-то же огромная занималась, и между полками там, и между, то есть, во всей этой зоне отселения мы все время передвигались. Все подвижные группы были, засылались, двигались. В Чернобыле я каждую неделю ездил на совещание, там, упергруппу, в Министерство обороны стояло. На станции мы ездили, потом разведывали районы. Мы постоянно вот эти районы, дислоцированные частей, мы исследовали почву, воду, потом продукты леса, ягоды, грибы, это все, пробы отбирали. Рыбы, это все мы проводили в нашей лаборатории. И все это, по сути, ну, в такой вот мертвой тишине города, да? Это не города, это огромная территория, это не город, вот в том-то вся, что понятие Чернобыль, это город, станции и все. Это огромная территория была задействована в этом. Почему? Потому что более 200 тысяч километров квадратных территория была поражена вот этим выбросом радиоактивных осадков и выбросом радиоактивных этих элементов. Это семь городов Алматы фактически. Ну, территория огромная, это была вот часть Украины, потом большая часть Гомельской области Белоруссии, Брянская область России, в общем, большая территория. И причем вот даже год прошел, я вот уже в июле оттуда уезжал, вот буквально где-то за месяц до уезда нам там пришла ориентировка, там где-то еще один район выявился. Это уж как раз сейчас уже, честно говоря, не помню, но это в России. Там только определили, что и там высокий уровень загрязнения. А вот у нас на сайте выходила недавно фотогалерея о том, что достаточно хорошо себя чувствовали животные. А вот в 87-м году что было живого? Ну, буквально я сегодня в интернете тоже смотрел, там показывают, что вот за это время, сегодня буквально телевидение даже показало, что там численность, значит, кабанов, лосей, в общем, диких листов, волков возросла в несколько раз. Ну, территория, во-первых, она закрытая, ни населения там никого. То есть, в естественных условиях животные, конечно, там множество размножаются, и, конечно, их никто не уничтожает. Они там, то есть, живут в льготах, как в заповеднике. Поэтому, возможно, из-за этого численность там и, конечно, возросла. Ну, сейчас-то уже можно сказать, наверное, вот те пробы, которые вы брали в 87-м году, почва, рыбы, там тот уровень загрязнения, который показывался, он вас тогда шокировал? Ну, как шокировал? Вот, например, допустимые дозы, а он показывает несколько раз выше допустимых доз. Ну, как? Конечно, шокировал. Ну, даже хоть и специалисты говорят, о, мы бракуем там, сколько было забракованных продовольствий там, и этих проб различных в этом. Потом вот мы определяем, например, уровень радиации, ну, расположение там или где-то подъезжение. Все, запрещаем въезд туда, команда идет, значит, по организационной, все туда, или въезд запрещен, или, значит, какие-то работы там запрещаются, вот такое было. А вот рассказы о, ну, неких таких мутациях в планировании? Ну, это тоже очень вопрос такой спорный, потому что, как говорится, и в мирное время, и без этого хватало этих, потому что там вот один, буквально фильм был там, один товарищ собирал целый там какой-то музей вот этих всех мутантов. Ну, это тоже спорно, почему? Потому что и без, как говорится, радиации рождаются и с двумя головами, там, и с четыребя ногами и так далее. Поэтому сказать, что чисто от радиации это все произошло, это, ну, сложно. Вы сказали, что была достаточно тяжелая психологическая атмосфера. А какая была атмосфера вообще? Некоторые из ликвидаторов иногда употребляют такое словосочетание, что радиация будто бы ощущалась в воздухе. Можно ли как-то это описать? Ну, описать это как? Это металлический привкус во рту, шум в ушах, слабость, да, вот именно после нахождения там вот в этих очагах на станции, там где-то было, кто работал на реакторе. Вот такие ощущения были. Конечно, где-то подальше, там уровень меньше, и поэтому там меньше времени. Хотя, я говорю, кто там был, получили все столько доз, что в десятки, если не в сотни раз больше, чем при обычном. Ну, а вы там передвигались, в каких костюмах вы вот показывали фотографии, что вы, в общем-то, были в обычной военной форме? То-то и дело, что не было специальных каких-то защитных костюмов. Вот эти были, вот такие, хэбэшные, вы дали костюмы, вот такие вот, если вы будете, видно, там покажете. Вот это мы на фоне Чернобыльской станции, ну, тут уже она выслыша, 30 лет назад, стоим тоже в лесу, это на берегу, недалеко, не дождяя Прибьи. Ну, видно, что химзащитой тут и не пахнет. Нет, конечно, хотя там рекомендовали все время, как они назывались, лепестки этих, вот. Ну, кто работал на самой станции, там, ну, такие фартуки провизиденные, ну, что такое? Против такой радиации, несколько там сот, если не тысяч рентген, фартуки какие-то, вот в чем дело. Хотя нам меняли, там, я говорю, каждую неделю вот эту одежду нам меняли буквально. Каждый день там душ был, баня развернута, выисковые, ну, это обработка шла, конечно, там, машины из зоны, например, без обработки не выпускались. То есть на всех постах ставила обязательно обработка, дезактивация. Прошли, если уровень допустимый, машина выпускалась, нет, возвращалась, опять мылась, потом только выпускалась из зоны. А скажите, ну, как люди между собою там общались? Ведь понимание того, что это долг, что так нужно, что это, ну, как бы для Родины, это все понятно. Но ведь и личное ощущение того, что там, ты получаешь смертельную дозу радиации в каком-то смысле, оно ведь тоже наверняка давило. Ну, как же, ну, как во всех армейских мужских коллективах, конечно, специфическая обстановка, все. А тем более это накладывало такое ощущение невидимой опасности, что оно вроде бы и невидимо, не ощущается. А подсознательно-то все равно же у человека, ощущение-то это же все как-то потом воздастся. Хотя вот оно и воздалось через многие годы, сколько ушло уже, а сейчас 80-90 процентов, вот даже участников, они все инвалиды, все инвалиды. Давайте послушаем еще одну историю, историю от человека, которая была непосредственно в городе в момент взрыва. Я работала на Чернобыльской атомной станции, в Котло-Турбинной цехе, и эту ночь я дежурила, когда случилась эта авария. Но у нас насосы очень огромные, ну, примерно побольше, чем автобусы такие огромные, побольше. Сейчас мне трудно это сказать. Мы не слышали вскрытия этого взрыва, потому что насосы, вы понимаете, четыре штуки стоят таких огромных. Только утром, когда на остановку вышли, узнали, что что-то случилось. Когда приехали домой, я входила, вошла в свой двор, а там, навстречу, уже я все забываю, потому что сразу вот это облучение убило нейроны головного мозга. Я даже не помнила, как меня зовут и как моя фамилия. Вот. Ну, навстречу попался наш сосед, дозиметрист. И он сказал, говорит, страшная авария, радиация большая, а у вас, говорит, окна открытые. А была такая жара, 27 апреля. Детей не выпускайте, я приходила, никого нет. Мужа вызвали на работу, он ведущий специалист, энергетик, в электроцехе. Делал главную схему, все, защиту, управление. Вот. И его вызвали туда. Одна девочка в школе, в седьмом классе. А там соревнования. Не предупредили ничего никого, что такая радиация. Вот в двух километрах. Из окон, вот, станция, как на ладошке. Мы еще ночью наблюдали, знаете, когда было вскрытие, то сноб света в небо. А мы думаем, что это такое, что это такое. Сноб света вот так вот ушел. И поэтому у всех повредилось, у всех, у припечан, повредилось зрение. Есть много историй о том, что некоторые люди, те, кто не хотел уезжать, как-то скрывались, может быть, или возвращались уже буквально на следующий год, несмотря на запреты. А вы за время несения там службы каким-нибудь образом местных жителей видели? Местных, да. Были там, жили вот в этих, ну, мы же говорим, в зоне вот отселения, это есть зона отчуждения, то есть полностью там никого нет, ни людей, ну, животные там, естественно, остались. Есть зона отселения, есть частичное отселение. То есть там, конечно, население оставалось, мы общались с ними. Я вот там в Брагинском районе, в Брагинском военкомате там туда ездил, ну, чисто по служебным вопросам, там в лабораторию там районную, Брагинскую. Там общались с ними, с местными людьми. Ну, как же, куда деваться? Люди, конечно, жили, вот, например, мы как раз там были, не помню, какого числа сейчас, в апреле, там у них Пасха как раз была. И людям 9 дней, родительский день, а у них там как раз вот при выезде из Брагина, за дорогой там, которая трасса идет туда на Чернобыль, у них там начиналась зона отселения. А за этой дорогой у них кладбище. А туда не пускают. И вот у них там была проблема, им надо 9 дней, пожилые люди, надо же родственникам сходить на кладбище, а туда нельзя, там зона. И как решили эту проблему? Вот, я не знаю, честно скажу. Вот они там тогда переживали, как мы будем, что, ну, я же не каждый день же там был, просто такой был случай. Ну, видимо, как-то решили, да, видимо, пустили, потому что это же такое. Но я так понимаю, что именно пожилые люди, да, не хотели уезжать? Ну, конечно, ну, как это? Я же говорю, чем эта радиация-то страшная, ее не видно и не слышно. Вот если бы там разруха была, там, или, не знаю, пожары, понятно, тут надо убегать, уезжать. А когда все прекрасно, все цветет и растет, и уезжать как? Вот в чем была. Ну, да. Поэтому многие, ну, немногие, конечно, вот сейчас там показывают, я по телевидению живу, там, ну, пожилые люди, которым, как говорится, уже махнули рукой, да и ладно. А как вы себя чувствовали физически после приезда, после отъезда уже из Чернобыля? То есть я слышал, что многие несколько недель буквально лежали, тяжело болели, не могли. Я вот поехал где-то уже, даже, скажем, к концу уже сроков там пребывания, что-то мне в Минск надо было поехать. Я поехал в Минск. На автобусе там, не на служебной машине, все. А в автобусе там, не помню, уже часа четыре или пять ехать. Я потом не мог встать. У меня колени до того отказали. Вот острая боль. Именно в суставах. Я потом еле с автобуса вышел, пока размялся, пока прошел. Потом уже, когда повернулся сюда, мне дали тоже летом путевку на Иссык-Куль. Поехал в санаторий, в военный санаторий тоже. Ну, путевку тоже сразу после Чернобыль. Там та же картина, тоже немного суставов. Ну, потом постепенно маленькие суставы, как говорится, расходились. Но до сих пор другие болезни. Каждый сейчас все инвалиды. Все инвалиды в Чернобыль. Сколько из того состава, который вы знаете, ликвидаторов, погибло в первые десять лет? Ой, ну, такой статистики я не скажу, не знаю. Ну, просто я слышал, что... Я скажу, что за прошлый год, вот у нас, мы пятерых похоронили, вот с нашей организацией только. Вот только за прошлый год. Я каждый год хоронил. Поэтому, не знаю. Но, просто я слышал о том, что именно вот первые десять лет, это была такая критическая точка, когда... Я этой цифрой не владею, не знаю, не скажу. А скажите, пожалуйста, как-нибудь государство... Давайте сначала поговорим о восемьдесят седьмом годе и до девяносто первого. Вот когда вы вернулись, государство выделило вам какие-то льготы, например, или, ну, я не знаю... Ну, я уж не знаю, квартиру вам дало. Ну, это вот тогда было постановление Совета Министров, тогда было, значит, в девяносто первом, наверное, году, когда нас приравняли к участникам Великой Отечественной войны. Льготов там были у нас чуть ли не на одну или на две, даже больше, чем участникам. Потому что много и квартир, и вне очередной там, ну, очень много там было льгот. Ну, потом, как-то, со временем это так стало утихать-утихать. Ну, это везде, не только здесь у нас, как-то, и в России, так же, и в Украине, так же, они все там жаловались. И все эти льготы, в общем-то, свелись там до минимума. Налог на машину не платить и налог на землю. Вот сейчас, правда, в этом году, буквально с марта месяца вернули льготу в бесплатный проезд. А то и это все отняли. А когда монетизация в 2005 году, вообще там копейки стали платить, и все. Вот и все льготы ушли. Вам не было обидно? Ну, все-таки... Ну, как обидно, конечно. Ну, как обидно? Ну, вот именно здоровье отдали, положили там столько. Ну, а что это поделаешь? Ну, что с ним? У нас остается не очень много времени. Мы сейчас взглянем на свидетельства еще одного человека, побывавшего в зоне ликвидации аварии. Возможно, это даже ваш знакомый. Обыкновенно вызвали в военкомат, спросили. 30 лет есть? 38. Детей сколько? Двое. Ну, и хватит. Вот тебе команда, чтобы всех живым привез. Самолет, и туда. Вечером там мы, когда прилетели, генерал-лейтенант там выступил, говорит, ребята, кто, кому меньше 30 лет, кто решил, что здесь можно заработать деньги, пока самолеты стоят, летите обратно. Ну, мы проводили дезактивацию населенных пунктов и тянули 30-километровую зону ограждения. Просто потом, вот с 16-го по 18-е, когда меняли фильтры на станции, это сразу прижимало головные боли, это сразу чувствовало. Живых нас двое. И скольки? Ну, от военкомата у нас было 5 человек. Первые 10 лет, кто был 86-87 год, первые 10 лет очень много ушло. В 2000 году нас в Алмате было 3,5 тысячи. Сейчас у нас 350 человек. Первое время, вот где-то 96-й год, мы каждую неделю хоронили. Скажите, а сейчас ситуация как-то меняется принципиально, я имею в виду отношение государства к вам. Ну, вот, я так понимаю, что вот этот памятник, который сегодня установили... Да, я согласен с вами, почему, я так же говорю, вот даже вот с 1 марта ввели бесплатный проезд. Вот это, я считаю, тоже все-таки немаловажно для нас, тем более, это передвижение, это вопрос номер один, правильно? А потом, вот я же говорил, что позапрошлом году мы этот памятник, уже 30 лет бьемся за него, поставить памятник здесь в Алмате, ничего не получалось. Но мы поставили своими силами. Вот при прежнем руководстве города его снесли. Просто без объяснения, вот и все. Потом вот при новом руководстве вот добились, вот успели вот 30-летию к этой дате. И вот в Азюле, я считаю, прекрасный памятник, это большое, огромное дело, я считаю. И в обязательных целях, ну и вообще просто по-человечески. У нас остается совсем мало времени. Я задам буквально два, ну, в общем, коротких вопроса. Сейчас в Казахстане очень бурно обсуждается периодически тема о том, что скоро появится банк ядерных отходов, да и АЭС строить собираются. Ваше отношение к атомной энергии и ко всей вот этой ядерной тематике как-то после Чернобыля изменилось? Изменилось в каком-то плане, что если это безопасное, достаточно безопасное, то это очень полезное и нужное дело. Но если это делается, как говорится, спустя рукава или теми людьми, которые некомпетентны, то это, конечно, страшное дело. Вот такое мое понятие этой атомной энергетики. Ну и тогда последний вопрос, он, в общем, вытекает. Знаете ли вы какое-нибудь, ну, ваше мнение, как избежать таких катастроф в дальнейшем? Фукусима ведь показала, что не застрахован никто. Правильно. Как вот от землетрясения как предохраняться? Никак, правильно? Это то же самое. Вот Фукусима, землетрясение произошло, вот нарушение, вот и катастрофа. Катастрофа, поэтому от этого я не знаю, вот как. Это если не рукотворная катастрофа. Как вот на Чернобыле было, вот все. А в Чернобыле вы, там просто две версии, либо это изношенность, либо халатность. Вы какой придерживаетесь? Халатность. Все-таки халатность. Да, это чистая ошибка была технологическая, вот и персонал. Что ж, спасибо, что побывали у нас. Спасибо вам за то, что были там. Ну, вам спасибо, что пригласили, что донесли до людей вот эту правду. Пытаемся донести, что как это было, и чтобы не повторилось это. Ну, будем очень надеяться на то, что стереотипное понятие «мирный атом» действительно окажется буквальным, и в дальнейшем «атом» действительно будет мирным. Сегодня у меня в гостях был Павел Костогрызов, подполковник в отставке, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1987 году. Меня зовут Вячеслав Половинко. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на затыке.